Полиция уже обнародовала имя предполагаемого исполнителя теракта. Это 23-летний Салман Абиди. Гражданство террориста пока неизвестно. В СМИ также говорят, британская разведка знала об Абиди ранее. Сейчас Оксана Кундеренко уже в Манчестере на месте событий и с нами на прямой связи. Оксан, здравствуй, расскажи, какие последние новости и что происходит в городе сейчас. Добрый вечер, Катя. Сейчас мы находимся на площади Альберта в Манчестере, где в эти минуты проходит памятная церемония. Акция спонтанная, но очень многочисленная. Присутствует мэр города. Свои соболезнования выразила королева Елизавета II. Горожане несут цветы и свечи. Панихида началась с минутой молчания. В результате кровавого теракта погибли 22 человека, имена которых только начинают называть. 12 из них дети. Сафи Роуз Руссос, 8 лет. Георгина Календер, 18 лет. Каждая жертва террориста-смертника это чей-то родственник, чей-то ребенок. Ответственность за содеянное взяла на себя группировка «Исламское государство». По данным полиции, действовала целая сеть террористов. Спецслужбы уже провели серию рейдов, обезвредили еще одну взрывчатку и арестовали мужчину 23 лет возможного пособника. Сам смертник, скорее всего, был британцем, неприезжим. Идет расследование, к которому подключился Интерпол. Стоит отметить, что горе сплотило жителей Манчестера. Еще вчера на улицы выезжали таксисты, чтобы бесплатно развести по домам напуганных свидетелей теракта. Местные жители открывали двери своих домов для тех, кто приехал на концерты из других городов и кому негде было переночевать. Сегодня все ринулись в больницы сдавать кровь. Волонтеры помогают разыскать пропавших без вести. Киев. Оксана, спасибо. Это была Оксана Кундеренко из Манчестера.